Всем привет! Всем доброе утро! Мы начинаем новый влог. У нас сегодня воскресенье, солнце светит, такой небольшой морозец, очень хорошая комфортная погода. И что я хочу показать? Мы здесь вот вышли, абсолютно, смотрите, все расчищено. Асфальт вообще чистый, снега нет. Но снег лежит по бокам, снегоуборочные машины, трактор все это дело вывозил. Либо вот туда, к обочине, все это, так сказать, сгребли. И, видно, будут вывозить. Кстати, очень вообще удобно, очень классно, хорошо ходить. Все-таки, когда нету под ногами вот этой заледенелой дорожки, вот этой слякоти. Ну, слякоти сейчас нет, потому что подморозило, но все равно. Лучше, конечно, чтобы эти глыбы лежали и в будние дни будут их вывозить. Очень, так сказать, хорошо. Все, закупилась я в магазине Заря. И пойдем дальше. Но себя не направляю, потому что солнце прямо в глаза. Иду, щурюсь. В общем, очень чувствуется приближение весны на солнце. Даже жарко. Оно уже такое жаркое солнце. И это, конечно, классно. Зашли в торговый центр, а здесь столько народу. В основном, конечно, все подростки. Ну, холодно на улице. И, как бы, они здесь греются, тусуются. Особенно, учитывая, что выходной очень много приезжают. Ну, из деревень, наверное, с районов, только областной город у нас. Поэтому, ну, в общежитии люди живут. И, наверное, просто, ну, куда им еще пойти? Вот они здесь и гуляют. И снова небольшой обзор продуктов. Три апельсина, макароны, макфа. Такая вот свекла, уже отварная, кубиками для салата. Это майонез туда же до кучи. Туда же вот такой вот сырок плавленый. Кукуруза. И вот такие вот сухарики. Ну, короче, такой будет салатик. Буду его делать на камеру, на другой канал. Так, дальше купили вот такой вот. Что-то у нас? Это корейка такая. Для борща корейка. Потом фарш сделаем каннеллони. Тоже есть, пачка лежит. Ну, как всегда, яйца всегда надо. И, собственно, молочко детское. И вот за все за это 32 рубля. Приготовила такой салатик на свой дзен-канал кулинарный. Честно говоря, первый раз его делаю, но попробовала. Честно, мне понравилось. Здесь у меня свекла, один плавленый сырок, банка кукурузы консервированной. И что тут у меня еще есть? Яйца, 4 яйца и майонез. И сухарики. Вот. Просто очень делается быстро. Ну, в принципе, вкусно. А у нас сегодня день следующий. Сегодня 14 февраля. Я что такая довольная? Иногда мне надо ходить в банк по пободе. Вот. И обычно там, я уже говорила, когда-то очереди такие. А сейчас я пришла с утра пораньше. Никого нету. Красота. Я порешала все свои дела. Вот. И сейчас иду. Сегодня же 14 февраля, да, так сказать, день влюбленных. Но вы знаете, когда-то на свой канал Яндекс.Эфир, когда они еще были, потом на Дзен перешли, но не суть, делала видео такое, снимала история праздника Святого Валентина. Так вот, гню влюбленных на самом деле это не имеет ни малейшего отношения. Валентин был, знаете ли, как вам сказать, геем он был, короче. Много разных там историй, там, каких-то таких интересных. Но вот я что запомнила, что это гню влюбленных не имеет никакого отношения. Что люди сами себе это придумали. Но, с другой стороны, если бы не было вот этих вот таких праздников, День Мармелада, День Шоколада и прочего, Валентина, Святого, влюбленных, только был бы, наверное, День Сурка. Поэтому, в принципе, конечно, в этом что-то есть. Так сказать, в этих праздниках, я помню, когда была подростком, тоже мы там собирались, тусили, прикалывались, отмечали всякую эту байду. Вот, кстати. Ну, я думаю, не знаю, взрослые это отмечают, нет. А взрослые что, работают. Работа дома. Какие-то такие развлечения, не знаю, может, День Рождения, Новый Год. Всякие Валентины, Мармелады, Шоколады, День Чая и прочее вряд ли, наверное, отмечают. Ну, у каждого свое, конечно. Приготовили вот такие вот каннеллони, что я показывала в каком-то предыдущем видео. Такая вот красненькая коробочка с вот этими. Ну, это не макароны, это вот именно что каннеллони. Начиняешь их фаршем, посыпаешь сыром, заливаешь соусом в духовку. Это обалденно вкусно. Ну, раз сегодня положено говорить о любви, просто потому что сегодня 14 февраля, такой день влюбленных, как это принято, да, ну, есть такой момент, чего уже. Так вот, хочу продолжить эпопею своей, так сказать, приятельницы, подруги, Галиночки, кто смотрел в прошлом видео. Я об этом говорила, как она попала, как она села в машину к незнакомому мужчине и оказалась у него дома. Чем все это могло бы закончиться? На этот раз... Ой, солнце такое яркое, весеннее практически. На этот раз я хочу рассказать эпопею. Не то, чтобы даже эпопею, но вот как мы с ней обсуждали, на сайте знакомств очень много женатых мужчин, которые сидят по чужими фотографиями. Так вот, про отношения с женатыми мужчинами. Как бы, понимаете, я не ханжа, далеко не ханжа. И я, как бы, ну, никого не осуждаю. То есть, если женатый мужчина идет на сайт знакомств или замужняя женщина идет на сайт знакомств, значит, им так надо. Не обязательно, он такой плохой, там, кобель и все такое прочее. Бывает, да, что действительно он и кобели, и козел и все такое прочее. Но часто бывают люди, почему вступают в брак? Не только потому, что вот, любовь, морковь, или вы видели, там, за кого замуж выходили, глупости какие. Часто бывает такое, что просто жизненные обстоятельства. На самом деле складывается таким образом, что людям просто необходимо вступить в этот самый брак. Даже если морковью с любовью там и не пахнет. Ну, например, надо уйти куда-то жить, да, то есть жить в родительской квартире с родителями по каким-то причинам невыносимо. Либо нужен статус, либо там еще что-то такое, либо они уже там тихаются долго и упорно, а он такой какой-то в себе неуверенный, или она уже, как бы, привык уже, как бы, ну ладно. А потом, что называется, либо любовницы, либо разводы и расходы. Но часто люди почему не могут еще развестись? Да просто потому, что общий бизнес бывает у людей, общая жилплощадь, которую они не могут поделить. Например, представьте, если они купили квартиру, допустим, будучи уже в браке, то есть это брачное имущество, и больше нет у них денег и возможности разъехаться даже, ну нет денег снять даже жилье. Понимаете, что он будет делать или она? Они будут жить как соседи и, в принципе, искать что-то на стороне. Как бы такая иллюзия семьи, да, на самом деле. Ну, может, из-за детей даже, хотя это бред, конечно, это уже отдельная тема для разговора на самом деле. Ну, короче, очень много там мужиков женатых сидит. Вот, и Галя мне рассказывала, что тоже очень к ней клиния подбивали, она даже встречалась. Кстати, знаете, что она мне сказала? Что женатые мужики, как правило, бывают более такие приятные для общения, нежели вот эти вот свободные. Представляете? Они более такие с понятиями какими-то, ну, в плане общения имеется в виду понятие, в плане общения. Потому что вот в какой момент мы с ней затронули. Встретилась, в общем, она с одним женатиком, и он типа, ну давай, тебе это надо, мне это надо, поехали, ну, ё-моё, это уже просто грязь какая-то. То есть даже если ты женат, и ты хочешь себе завести на стороне женщину, то есть любовницу, это одно. А если ты хочешь какой-то просто тупый перепихон, ну, это просто уже грязь и помойка. Ну, опять же, каждому свое. Я говорю, я никого не осуждаю, потому что у людей разные там мотивы, разные желания. Может, кому-то это и надо, потому что если двое договорились, третье может, что называется, здесь не место даже для обсуждений. Вот. Ну, Галя, конечно же, не такая. То есть если она хочет отношений с женатым мужчиной, то это именно отношения и ничего более. А вот это вот, давайте тебе и мне это надо, нет. Значит, в чем сводится речь? Конечно, нам хотела бы, что если ты женат, то ты бы помогал мне финансово, говорит. Галя, я, в принципе, ее поддерживаю в этом плане. Потому что, ну, должен же быть какой-то моральный ущерб, если ты всю зарплату или заработанные деньги отдаешь жене, что называется, и детям. Получается, что он свою любовницу, свою любимую, так сказать, женщину, будет просто использовать, да, по сути. И нафиг ей это сдалось. Вот в плане даже вот моей подруги она говорит, что мне это не надо. Они как бы хотят, вы знаете, вот, хотят как бы на халяву, что ли, да, вот это неправильно. Кстати, напишите ваше мнение в комментариях, что вы считаете по этому поводу. Но я знаю, мужики начнут писать одно, женщины начнут писать другое. Ну, на самом деле, я считаю, что если два человека встретились, они просто должны что сделать? Договориться. И чтобы обоих устраивали эти отношения. Неважно, будут тут присутствовать какие-то финансы со стороны женатого мужчины, либо он просто будет дарить ей какие-то подарки, ну, каким-то образом помогать, допустим, жить женщине, да. Я не говорю, что он обязан это делать, но ей бы так хотелось, поэтому она не принимает. Просто есть такие женатики, которые, знаете ли, настаивают. Нет, давай встречаться, нет, ты мне объясни, нет. Ну, короче, такие, знаете, вот, правда, недалекие. Я считаю, что если мужчина с понятиями, ему не надо вообще говорить и объяснять какие-то простые элементарные вещи. Вот, поэтому очень много их там, на самом деле, на сайте знакомств сидит, просто уйма. И знаете, когда женатый мужик начинает рассказывать, какая у него офигенская семья, он просто идиот, вот правда. И при этом хочет затащить ее в постель. Я вот так слушаю, она мне рассказывает, я думаю, да, мир сошел с ума, правда. Но не то, что сошел с ума, просто все такие наглые, на самом деле. Вот просто наглые. Где и какие-то элементарные понятия. И, понимаете, люди между собой не договариваются. Получается, что несчастны обе стороны. Он ходит такой потерянный, и она такая все, что называется, одинокая. А так бы договорились бы на каких-то условиях. Нет, вы скажете, это там проституция и все. Но речь даже не о деньгах, где речь даже о заботе, о элементарной заботе. Понимаете, вот вкладывать, как вот Галя тоже говорит, я с ней тоже согласна с этим. Деньги вкладывать в женщину, это не значит давать ей деньги даже. Он может делать ей какие-то дорогие подарки, например. Что тебе надо, дорогая? Ах, тебе нужно там, ну не знаю, что там, сапоги, куртка, пуховик, набор продуктов каких-то. Да, принести там, вот, пожалуйста, тебе, да. Это нормально абсолютно, потому что пользоваться наглую просто женщиной, которая, возможно, возлагает на тебя какие-то несбывшиеся надежды, а потом ты идешь к жене, ну такое себе. Ну это правда жизни, да, то есть у каждого она своя. Может, какая-то женщина выступает в роли жены, там она считает по-другому. Может, какая-то женщина выступает в роли любовницы, у нее своя правда, да. На самом деле, правда у каждого своя, смотря в какой вы роли. Поэтому пишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете, в какой роли вы. Вы в роли жены или в роли любовницы, да. Все мы разные, и поэтому жить интересно.